МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 61-я истребительная авиационная база встретила очередное пополнение. 11 выпускников Белорусской военной академии и Академии авиации вступили в ряды военнослужащих. Найти все необходимое для обновления интерьера можно в салоне-магазине «Панорама», расположенном по адресу улица Брестская, 4. Приятным сюрпризом для покупателей станут скидки до 35% в честь открытия магазина. Заболеваемость с острыми кишечными инфекциями в Баранчах находится на характерном для данного периода уровне. Отмечается закономерный сезонный подъем заболеваемости. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». 61-я истребительная авиационная база встретила очередное пополнение. На этот раз в ряды военнослужащих вступило 11 молодых офицеров. О том, как встретили вчерашних выпускников, в первом материале выпуска. Ежегодно военные факультеты Беларуси выпускают сотни военнослужащих. 61-я истребительная авиационная база в наступившем году приняла 11 молодых офицеров. Вчерашних выпускников Белорусской государственной военной академии и Белорусской государственной академии авиации. Мы надеемся, что молодые лейтенанты, прибывшие в нашу часть, будут достойно выполнять, соблюдать все традиции авиационной части, будут соблюдать все воинские традиции в нашем коллективе. После построения, на котором молодых офицеров представили личному составу, приняли в ряды офицерского собрания, для них провели экскурсию в музее первого героя Беларуси Владимира Карвата. Владимир Кондрийца закончил военную академию. В 61-й авиационной базе был на стажировке и рад, что получил распределение именно в эту часть. Закончил военную академию Республики Беларусь авиационный факультет. Распределился в 61-ю авиационную базу, в батальон технического обеспечения, техническую эксплуатационную часть, в группу ремонта и гламента самолета. Встретили меня там очень хорошо, коллектив очень хороший, я очень рад, что я попал в эту часть. По окончании экскурсии молодые офицеры разошлись по рабочим местам и приступили к выполнению обязанностей. Им предстоит служить в воинской части с богатыми традициями, личный состав которой 24 часа в сутки выполняет боевые задачи. Брестская область перевыполнила задание первого полугодия по строительству жилья. Строительство жилья в Брестской области идет с опережением. За январь-июнь в регионе построено 307 тысяч квадратных метров жилья, что составило 49% годового задания. Свои жилищные условия улучшила 1151 многодетная семья, построено 277 социальных квартир, 20 семей отселены из ветхого жилья в новое. В регионе в текущем году планируется построить 336 жилых помещений коммерческого пользования, в том числе будет возведен арендный дом в Барановичах на 96 квартир. Быть востребованным на рынке строительных материалов значит постоянно совершенствоваться, расширять перечень производимых товаров, креативно подходить к удовлетворению потребностей покупателя. Этим требованием отвечает салон-магазин «Панорама», который недавно открылся по адресу улица Брестская, 4. Приятным сюрпризом для покупателей станут и скидки до 35% в честь открытия магазина. Вы давно мечтали обновить интерьер в своем доме? Все, что нужно, вы найдете в одном месте – в салоне-магазине «Панорама» на улице Брестская, 4. Магазин расположен в центре города Барановича и имеет удобные подъездные пути и автостоянку. Для жителей нашего города мы постарались сделать приятный, уютный магазин с широким ассортиментом, где в спокойной обстановке можно рассмотреть полноценные образцы. Открыть окна, открыть-закрыть двери, включить люстру, походить по ламинату или выбрать натяжной потолок, который вам понравится. И мы поможем обновить вашу комнату или квартиру и сделать так, чтобы это минимально отразилось на вашем бюджете. Мы хотим, чтобы в вашем доме было чисто и светло, чтобы вы и ваши родные люди проводили время у себя дома с удовольствием. Компания «Панорама» уже 15 лет производит и устанавливает окна по всей Беларуси. Окна и балконные рамы из немецкого профиля «Рихау» для квартиры-коттеджей, белые и цветные, с надежной европейской фурнитурой, позволят комфортно чувствовать себя в своем доме в любое время года. Окна «Альбиносы» – эксклюзивная серия абсолютно белых окон, которая производится только в «Панораме». В таких окнах нет ни одной черной детали. Приходите посмотреть и вы убедитесь, насколько это красиво. Более ста представленных в магазине входных и межкомнатных дверей, различных вариантов отделки – от классики до современных моделей – удовлетворят вкусы даже самых взыскательных покупателей. В «Панораме» вы найдете натяжные потолки от австрийских и бельгийских производителей – матовые, глянцевые, одноуровневые и дизайнерские, белые и цветные. Магазин предлагает широкий ассортимент немецкого и российского ламината, различного по дизайну, замкам и классу износостойкости. Последним штрихом преображений вашей комнаты станет новый светильник. В «Панораме» их представлено более 100 моделей – потолочные, подвесные, настенные и напольные – для комнат любого размера и дизайна. Приятным сюрпризом для покупателей станут скидки до 35% в честь открытия магазина. «Все товары вы можете приобрести у нас в рассрочку до двух лет. Цена фиксируется в белорусских рублях. Для этого вам не нужно никаких справок о доходах. Все можно оформить у нас на месте в салоне, либо у вас дома». Приобрести товар в рассрочку в «Панораме» можно даже без первоначального платежа. Это значит, что вы сначала убедитесь в качестве «Панорамы» и только потом будете платить. В цифрах ремонт-просрочку на два года комнаты 12 квадратных метров может выглядеть так. Новый ламинат обойдется в 270 рублей, натяжной потолок – 260 рублей, окно серии «Альбиносы» будет стоить 360 рублей, дверь возьмем за 350, светильник выберем за 240 рублей. Полная стоимость ремонта комнаты составляет 1480 рублей. Делим на 24 – получаем 62 рубля в месяц. Сделайте ремонт-просрочку с «Панорамой» и живите красиво уже сегодня. В этом году предприятия «Беллегпрома» выпустят к новому учебному году 350 новых моделей швейных изделий. Еще 150 запланированы к повторному выпуску. Это модели, которые в прошлом году пользовались наибольшим спросом и получили положительные отзывы покупателей. Производством и поставкой одежды делового стиля к новому учебному году занимаются 9 организаций швейной отрасли концерна «Беллегпром» и 5 трикотажной отрасли. Ассортимент выпускаемых трикотажных изделий для детей школьного возраста насчитывает свыше 300 моделей, швейных – более 500. Отпускные цены на комплекты одежды делового стиля для школьников в этом году начинаются от 77 рублей. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Баранчах находится на характерном для данного периода уровне. Отмечается закономерный сезонный подъем заболеваемости. Как избежать заболевания в нашем следующем репортаже. В теплое время года человек чаще может заболеть бактериальной инфекцией, так как бактерии любят теплую температуру окружающей среды. В холодное время года человек чаще может заболеть вирусной инфекцией. Вирусы хорошо сохраняются во внешней среде при низких температурах. Передается инфекция от одного человека к другому через загрязненные вирусом предметы обихода и поверхности внешней среды, продукты питания. Источником заражения при сальмонолезе могут служить также животные и птицы. А непосредственно фактором передачи служит мясо и мясопродукты. Также в летний период очень часто в качестве факторов передачи выступают невымытые или плохо вымытые овощи, ягоды и фрукты. Как же избежать заражения? В первую очередь это соблюдение элементарных санитарно-гигиенических навыков, а именно мытье рук с мылом перед приготовлением пищи, перед едой, после посещения туалета, общественного транспорта и улицы. Уборка помещений, особенно туалета с применением дезинфицирующих и моющих средств. Обязательное соблюдение гигиенических навыков при приготовлении пищи. Основные меры профилактики острых кишечных инфекций – соблюдение правил личной гигиены, использование продуктов гарантированного качества. Приобретать продукты следует в установленных местах торговли, необходимо правильно хранить их в домашних условиях. Обязательно использование раздельного разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции. Также при хранении в холодильнике необходимо обеспечить раздельное хранение готовых и сырых продуктов, так как некоторые микроорганизмы сохраняют свою жизнеспособность даже в условиях температуры холодильника. Приобретайте продукты питания только в установленных местах. Ни в коем случае не стоит приобретать продукты, которые хранятся на витрине без условий холода. Также обязательно соблюдение сроков годности, которые указаны на потребительской упаковке. Для питья следует употреблять только бутилированные напитки – это вода, соки, компоты. Не стоит употреблять сырую воду. Отправляя в зарубежный воеж, необходимо заранее узнать эпидемиологическую обстановку. При необходимости сделать прививки и соблюдать правила гигиены. Следует помнить, что к приготовлению блюд для семейных и коллективных торжеств необходимо привлекать людей здоровых, которые обладают минимальными санитарными навыками, а лучше специалистов, поваров, которые регулярно проходят обследование на бактерионосительство кишечных инфекций. Помните, что только соблюдение правил гигиены личной и соблюдение правил питания поможет избежать вам и вашим близким заражения кишечной инфекцией. Главная защита от различных кишечных инфекций, вызванных вирусами, – это не только меры личной гигиенической профилактики, но и своевременное обращение за медицинской помощью, тем более, если это затрагивает детей. Барановичский театр-студия «Параллель» покажет спектакль «Медея» в Санкт-Петербурге. Коллектив выступит в международном фестивале «Театр «Осень Пушкин», который пройдет в октябре. Мероприятие соберет актеров из Германии, Израиля, России и Италии. Они представят на суд зрителей 14 спектаклей. Напомним, в прошлом году наши земляки вернулись с форума с наградами в различных категориях. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго, до свидания.